Несмотря на мужественное сопротивление бойцов Красной Армии, гитлеровские войска сумели захватить стратегическую инициативу и выйти на прямую дорогу к столице. 30 сентября пал Смоленск. Так началась великая битва за Москву. Среди тех, кто принял первый удар на себя, была 8-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения, в которую входили студенты, сотрудники и преподаватели Московского университета. 22 июня на Общем комсомольском собрании университета была принята резолюция. Комсомольская организация МГУ объявляет себя полностью мобилизованной для выполнения любого задания партии и правительства. Первая немецкая колонна шла шагом, вторая бежала, а третья неслась, что есть духу, боясь быть отрезанной нашими частями. До мая 45-го было еще далеко, но здесь, на подмосковных полях, рождалась Великая Победа.